И следующее мое таро гадание для весов. Я использую сегодня для вас таро импрессионистов. Карты с непонятными, иногда, казалось бы, неподходящими иллюстрациями, тем не менее очень честные и очень интересные. Напоминаю вам, естественно, как и всем о том, что в декабре вполне оправданно и ожидаемо состоится последняя смена луны, лунной фазы, потому что 3-го числа полнолуния, используйте этот день для совершения ритуалов каких-то, направленных на привлечение благополучия в свою жизнь. Это действительно энергетически очень мощное время. И дело в том, что сделанный 3-го декабря амулет будет действовать уже в новом году для вас. Ну а 18-го числа родится новая луна. Тоже все достаточно интересно. Не забывайте. А вообще-то на редкость удачный астрологический фон месяц имеет. Даже не о чем вас предупредить. Трудных дней, вот таких вот непроходимо тяжелых, нету. Ну все более или менее в рамках каких-то. Итак, весы сами и весы с романтическим партнером. Партнерские отношения здесь тоже оценим. Ваше настроение внутри себя. Ну вообще-то свойственное воздушным людям. Много сомнений, много суеты, какой-то внутренней. Знаете, объективные обстоятельства вашей жизни могут быть исключительно гладким, благополучным. А вы суетитесь, колеблитесь, ссоритесь, спорите с собой. Сами от себя пытаетесь что-то скрыть. На что-то закрываете глаза. Присутствует идея критического подхода к себе, к своим действиям. Но это неплохо, потому что это двигает, это развивается, это нашу личность. И если вы в паре, если у вас есть уже избранник, ваша вторая половинка, то в целом ваши отношения развиваются очень и очень хорошо. Да что я говорю? В целом здесь предложение о браке вырисовывается. Именно предложение о браке. Но здесь, конечно, дальше все зависит от того, в какой фазе, в принципе, ваши отношения находятся. Если вы встречаетесь, например, с молодым человеком, а мой прогноз, как и мой канал, преимущественно для женщин, то здесь просто ждите предложение о браке. Спокойно, без сомнений каких-то. По крайней мере, наружу их не надо показывать. Внутри вас они, я вижу, все равно сохраняются, присутствуют. Прекрасные карты, крупные, большие. Причем здесь речь идет про брак именно официальный. Это поход в ЗАГС, печать в паспорте, совместный быт, совместный бюджет, общий дом и так далее. Ну вот так вот заочно, удаленно я многих спешу поздравить, естественно, с этим. Если ваши отношения сейчас брака не предусмотрят, если он у вас уже 20 лет назад состоялся, то все равно благополучный период, прекрасный. Могут быть какие-то совместные юридические хлопоты, но очень крупные и в то же время очень радостные. Когда вы вместе дом оформляете, на двоих, например. Это старшие арканы, поэтому важны, важны партнерские отношения романтические. Не игнорируйте, не отмахивайтесь. Пусть даже от привычного и привыкшего ко всему мужу, мужа в этот период, потому что здесь много духовности, много можно увидеть, прозреть, понять друг про друга. И карты, кстати, призывают справедливо друг к другу относиться и по-настоящему ответственно союз сейчас оценивать, переоценивать. Но это всегда важная сторона в жизни. Теперь доходы, деньги регулярные, то есть зарплаты или прибыли, и нерегулярные, разовые, большие какие-то деньги. Что мы увидим здесь? Итак, зарплата. Карты говорят о том, что финансовый статус весов в декабре у нас совершенно не меняется, а оно и не надо, потому что вам просто на все хватает. Зарплата та же, расходы те же, и все очень гладенько, очень благополучненько, даже хватает на предметы роскоши, потому что девяточка нам всегда подсказывает немножко о пресыщенности, о расходах которых, без которых можно было обойтись. Это роскошь, это какие-то траты на, ну, вообще ненужные. Поэтому, если вам нужен прорыв сейчас, вот в финансовом плане, вы надеетесь, что у вас поменяются объемы прибыли в бизнесе или там от творческой деятельности, если вы ждете прям со дня на день, что вам повысят зарплату, то вот это скорее нет. Карты обещают безбедное существование, достаточность денежных ресурсов и чьи-то обещания. Дружбу с людьми на тему денег, но не более того. А теперь будет прогноз для тех, кто затеял серьезное финансовое перемещение на декабрь. Ну, почему нет? Подходящий месяц достаточно для этого. И у вас прям как раз-таки они происходят. Две карты, за внезапность которой отвечают у нас младший и старший аркан. Даже если вы сейчас не планируете деньги инвестировать, вкладывать или получить, то это все равно происходит, случается. Будьте внимательны, на самом деле, только с той точки зрения, что здесь потребуется быстрое решение, готовность где-то рискнуть. Но не бойтесь, потому что получается так, что звезды высшие силы здесь на вашей стороне. У кого-то получается внезапно купить квартиру, у кого-то кому-то ипотеку дали неожиданно в большом размере, допустим. В каком-то кто-то, ну, нашел деньги для бизнеса, неважно. Главное, что речь здесь идет про большие финансы. И все неожиданно, радостно, счастливо для вас складывается, только успевая ухватить. Теперь повседневные контакты весов. Повседневные контакты и дальние дороги. Ох, как все непросто с друзьями и неблизкими родственниками у вас складывается. Очень непросто. Представить, с кем ты расстаться. Я буду краткой. Я буду краткой. В общем, представить, с кем ты расстаться. У вас прям заканчивается ожидаемо, но от этого не менее болезненно отношение с друзьями или с одним другом, с подругой. Потому что, ну, совсем уж стало вам невыносимо терпеть вот эту несвободу эмоциональную, которую для вас эта дружба формирует. Оправданный шаг, на самом деле. Весы бывают разные. Это я по своему опыту могу сказать. Вернее, каждый из вас способен как очень долго, нудно колебаться на любую тему, так и быть неожиданно максимально решительным. Вот похоже, что второй случай у вас срабатывает по третьему дому. То есть вы вдруг решаетесь оставить какую-то давнюю-давнюю привязанность, давнюю-давнюю дружбу. А потому что надоело страдать, потому что надоело только отдавать, потому что надоело играть в одни ворота и чувствовать себя использованным. Ну, вот так. Теперь дальние дороги. Наверное, хочется очень и очень многим поехать в декабре перед Новым годом где-то позагорать. Так, знаете, немножко личного, да? Но, с одной стороны, вроде бы как, вы сидите и говорите, а куда мне ехать, мне и так здесь хорошо, меня здесь неплохо кормят. Абсолютную гармонию карты описывают вам в существующем статусе и на том месте, где вы находитесь сейчас. Вряд ли это дороги, потому что вы отказываетесь от каких-то реальных шансов, может быть, кто-то действительно отказывается от поездки. Вот зовут друзья, и вроде бы путевки недорогие предлагают или возможность поучиться, поработать за границей. А вы говорите, а зачем? Я в своей вселенной, я в своём мире, я в своём каком-то коконе сейчас нахожусь. Но смотрите, не знаю, с моей точки зрения это проблемное предсказание, потому что ваше состояние вот по этой четвёрочке такое осознанного одиночества быстро пройдёт. Не пожалеете ли вы потом о тех дорогах, которые вам предлагала судьба сейчас? Потому что здесь речь может идти о каких-то дальних дорогах, но совсем, иммиграции, переезды, браки за границу, возможность работать, а потом переехать за границей. Поэтому какая-то статика, может быть, не нужная от вас идёт здесь, не знаю. Теперь дома родственники, домочадцы и, ну, вообще семья, дом, быт, место безопасности. Что мы видим здесь? Всё очень неплохо, перемен у вас здесь нету. Я вот переезда не вижу напрямую. Обратите внимание на мужчину старшего в семье, от которого и авторитет, которого по неволе приходится слушаться, потому что он тащит на себе семейный бюджет. Ну, почему-то его интересы сейчас, его мнения, его потребности на первом плане. Ну, точно ничего не меняйте, потому что вы опять же не хотите перемен, смотрите. Вы ехать не хотите, переезжать, дом менять. Например, если уже встал об этом вопрос и вопрос назрел для вас. Теперь карьерное достижение весов посмотрим. Ой, прям можно, наверное, ну, не знаю, выдохнуть, что ли, да? Потому что вот это хороший прогноз для тех, кто страдал от того, что долго не повышали, потому что здесь чёрная полоса, здесь какой-то кризис заканчивается прорывом, триумфом. И вот вы уже на троне сидите, вот должность ваша, зарплата ваша, можно расслабиться. Ну, ваши усилия направлены на карьерный, профессиональный рост, на какие-то совершения, достижения социального плана оправдываются. Вы вложились, вы получили. Но это хороший прогноз для вас, если вы уже успели пострадать, если у вас ситуация с новой должностью, с новым местом затянулась. Или если вы ищете новую работу и тоже успели время вынужденной безработицы воспринимать как кризис. Может быть, деньги закончились, ваши сбережения. А здесь работа прекрасная, новая, денежная, уверенная, перспективная. Теперь новые, новые романтические знакомства. Ох, какая актуальная тема всё-таки в преддверии праздника, потому что всем об этом напоминаю. Ну, не гоже, не гоже встречать Новый год в одиночестве. Ну, если только это не ваш осознанный выбор, я имею в виду, если вы не такой сознательный отшельник, профессиональный отчасти. И здесь мы, что мы здесь видим? Ну, во-первых, перемены, конечно, ждите. Прям перемены внезапные тоже очень важные врываются в вашу жизнь. Но как-то они для вас выглядят не так, как вы ждали, что ли. То есть новые знакомства романтические случаются и не одно. Но каждая из них может вот в этот короткий срок, в этот короткий период не завершиться вашим благоприятным для вас воображаемым финалом. То есть вот какая-то такая история. То есть, с одной стороны, перемен много. Опять же скажу, что мои гадания, как, в общем-то, и все, преимущественно для женщин. Поэтому здесь, да, много женихов каких-то потенциальных встречается на вашем пути. Все это кружит голову, все это мешает жизнь, ломает какие-то жизненные планы. Вам приходится от чего-то отказываться, потому что приходится что-то принимать, что-то менять в своей жизни. Но вот ни одно из этих новых знакомств пока не соответствует вашему нарисованному, уверенному сценарию, как это должно быть. И здесь уже надо разбираться. Либо кавалеры вам, правда, неподходящие попадаются, либо сценарий какой-то уж совсем нереальный нарисовали себе и ждете, что... Хотя, знаете, на самом деле, с такими переменами, когда любовь настолько стремительно в жизнь врывается, врывается, можно ждать и очень скорых разрешений, успехов, предложений, свадеб. Здесь что-то может отложиться, совет карты дают. Естественно, не отчаиваться, потому что краха-то нет, потерь-то никаких нет. Просто надо немножко ждать, немножко отпустить ситуацию или, наоборот, поработать над ней. Но это уже история личных гаданий. И здесь бытовые у нас знакомства, которые вот у вас на улице, не знаю, в кафе, в ресторане происходят. А здесь знакомства в интернете. Очень актуальная тема сейчас. Ну, вы знаете, кому я говорю. Если вы участвуете в жизни групп, то есть, например, в каких-то группах, в социальных сетях, знакомитесь с людьми или непосредственно на сайтах знакомств, то продолжайте это делать. Продолжайте, потому что в итоге вам это занятие светит какой-то дальней-дальней дорогой в один конец на будущее. Ну, а теперь вернемся к вопросам работы. Ничего не могу сделать. Схема соляра уж такова у нас. Все-таки менять работу или не менять? Состоится она? Состоится эта смена или нет? Перемены работы. Смены работы как таковой у вас нету. Нету. Потому что карты даже говорят о том, что, скорее всего, вам сейчас задумываться на эту тему не нужно. Смотрите, у вас сплошные жирные кубки на зарплату и на работу. Только-только вы успели влиться в коллектив. Только-только вы с нужными людьми успели подружиться. Только-только ваш финансовый статус начал поправляться. И он позволяет вам уже делать какие-то серьезные, как это, отложения, хотела сказать, вложения, что ли, накопления. Вот. Не до перемен сейчас не нужно. Даже настроения такого нет, даже темы не присутствует. Все хорошо. Главное, это хорошо. Правильно рассмотреть, как показывает опыт. А теперь вот подсознательные реакции. Подсознание, страхи, сомнения, сны, мечты, внутренние ощущения себя. То есть макушечка – это наше сознание. А невидимая часть яйцберга, которая под водой – это подсознание, которое на самом деле нами управляет. Я уверена, вы об этом знаете. А в подсознании все опять хорошо. Очень-очень хорошо. Потому что будоражат вас только позитивные эмоции и счастливые сны. Новые возможности открываются. И надеюсь, что на светлое будущее. Фигурные карты. Боюсь, что настроения ваши внутренние будут зависеть от людей, которые вас окружают. В частности, от одного конкретного человека, мужского пола, если уж по правде сказать. Ну и совет для весов. Ничего себе, но это скорее не совет, потому что это колесо фортуны. Это карта из неизменяемых факторов. Карта скорее предостережения. Меняется ваша судьба. Ощутимо или нет. Посмотрите, карты перекликаются здесь с вашим пятым домом, с новыми романтическими знакомствами. Очень судьбоносно, может быть. А совет колеса фортуны только один. Не бойтесь перемен, которые в вашей судьбе происходят. Надо ехать. Езжайте. Надо строить новую любовь. Строите. Надо принимать на себя новую должность. Сан. Пожалуйста, принимайте. Хватит сил. Главное не заколебаться по-весовски, чрезмерно перед принятием решения. Спасибо. Продолжение следует...